Вернемся к проповедникам смерти. Есть проповедники смерти и земля полна теми, кому нужно проповедовать уход из жизни. Да, уже по понятным причинам. Есть юноши, которых можно спасти, но большинство не нужно спасать. Земля полна лишними. Жизнь испорчена чрезмерным множеством людей. О, если бы можно было вечной жизнью, звоните из этой жизни. Желтые или черные так называют проповедников смерти. Но я хочу показать их вам и в других красках. Да, я уже говорил вам, христиане и буддисты. Христианство и буддизм связаны. И буддизм является эволюционным витком христианства. Ну, должен быть, должен являться эволюционным витком христианства, когда христианство, наконец, отменит само себя. Разница между христианином и буддистом понятна. Христианин хочет попасть в лайк, буддист хочет выйти вон. Христианин хочет пропагандировать христианство, буддизм заботится только о себе. И его не волнуют другие. Христианин еще готов сопротивляться чему-то, ну, например, паганизму, да, то есть язычеству, буддисту все равно. Он может быть одновременно и язычником, и христианином, и, я не знаю, там, синтоистом. Он может быть кем угодно и оставаться при этом буддистом. У христианина есть бог, у буддиста даже этого нет. Будда не бог. Тот ужасный, который носит в себе хищного зверя и не имеет другого выбора, кроме вожделения или самоистязания. Но вожделение их тоже самоистязание. Они еще даже не стали людьми. Эти ужасные. Пусть проповедуют они уход из жизни и сами уходят. Вот черхоточные душой. Едва родились они, как уже начинают умирать и тоскуют по учениям усталости и отречения. Они охотно желали бы быть мертвыми, и нам следует одобрить их волю. Будем же остерегаться, как бы не побудить этих мертвых и не повредить эти живые гробы. Повстречается ли им больной или старик или мертвец, то час, говорят они, жизнь опровергнута. Да, естественно, вы узнаете эту историю. Это, собственно, отрывок истории о том, как Будда стал Буддой. Но это опровергнуты они и глаза, видящие лишь один ликбезиен. И да, тот факт, что вы видите мир отвратительным, только показывает, что отвратительны здесь вы. Здоровый человек видит мир здоровым, видит мир прекрасным. Если вы удались, у вас нет поводов для грусти, и поэтому вы начинаете их создавать. Но если вы неудачник, вы видите только поводы для расстройства. И потому мир вам кажется отвратительным. И снова происходит спираль. Отвратительное тело, отвратительный мир. Чем больше он отвратителен, тем больше мы ищем его противоположность. Чем больше мы ищем его противоположность, тем более отвратительным он становится. А мир и люди здесь, это как бы единое что-то? Нет, тело говорит нам, мол, телу не удалось, как мое тело могло не удастся в мире. Следовательно, с миром что-то не так. С миром, но не с людьми, например. Нет, нет, нет. Если люди, как часть этого мира. А, с остальцем уже, да, да, конечно. С тем, кто удался, с ним тоже что-то не так. Он какой-то не так, как не может быть. Как может быть так, чтобы не удались, а ваш сосед удался? Если он не доволен людьми, то значит, что он не доволен этим миром. Вы задаете провокационный вопрос. Давайте остановимся на мире, потому что мы знаем, что Заратустер недоволен людьми. Но именно потому, что он недоволен людьми, в нем все еще царствует дух мести. Ну, как раз об этом же это глава, что человек недоволен людьми, и человек из-за этого остается недоволен миром, и поэтому Заратустер говорит нам, что мы должны избежать этого. Мы должны... А, встретится ли ему больной или мертвец, или старик. И он так сейчас говорит, жизнь опровергнута? Вы про это не понимаете? Ну, вообще, что это глава о том, что первый путь, к которому хочет идти человек, это, когда он из антроп, это ненависть этого мира и ненависть жизни. Нет? К миру, да. А к другим людям-то? К удавшимся, может быть. Ну, вообще, нет. Почему к удавшимся? Ну, да. Ну, это же срок Шпенгава идет, то есть, что вся вот эта идея... Ты зарубитесь, конечно, конечно, и делать к пессимистам, к пессимистам. Да, потому что Шпенгава уже будет... Ну, да, да, да. Реанимируется. Да, 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 да. Ну, как это, он был здоров, только не в Неменок. Давайте. А, у меня вопрос по поводу... Если Заратустер недоволен людьми, недоволен собой, потому что его недовольство проистекает из-за молодежи. Да, 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 да. Именно поэтому Духомщение. В нем тоже царствует Духомщение. Именно поэтому он сам говорит, что он не всех человек. В частности. Именно поэтому он должен совершить путь сам. Вначале он надеется, что путь совершат его ученики. Что он сманит молодежь, и молодежь сможет бросить дальше себя. Поэтому он покидает их, и покидая, говорит две вещи. Первое. Плохой ученик, кто не предал своего учителя. До этого дойдем. Вы знаете тогда, кто хороший ученик. Имя назовите мне. Чем-то. Конечно! И это тоже антихристианская шутка. Единственный хороший ученик из 12 апостолов, это тот, кто сказал, вот это вот учение стоит 30 шекелей. Ничего больше оно не стоит. Только он понял, чего стоит учение Христа. Все остальные не поняли. Поэтому только он один хороший ученик. То есть Заратустер ждет, что его ученики опровергнут его учение. То есть вернутся к... Нет, пойду дальше. Вернуться назад, нет, не опровергнуть. Вернуться назад, это просто вернуться назад. Они отринут его и скажут, нет, Заратустер был неправ. Вот так должен уйдеть этот человек. В чем вернуться к Сократу? В смысле? Вернуться к Криям Сократу? Нет, не вернуться назад. Пойти вперед. Вернуться назад уже невозможно. Бог уже умер. Вы ничего с этим не сделаете. Но вы можете обнять труп, конечно, там. Ну, толку от этого. И второе. Что когда они потеряют его нить, когда они настолько удалятся от него, что они потеряют его учение, он к ним вернется. Да. То есть получается, сверхчеловек может стать сверхчеловеком только тогда, когда он отрешится от людей и от мира? Нет. Ну, он должен пройти путь сам, и при этом, чтобы не испытывать недовольство людьми, он должен испытывать недовольство собой. Да. Соответственно, ему будет все равно им дик, когда он будет в гармонии с самим собой. Во многом. Ну, то есть тогда, если мы видим отрешенного человека, то он ближе к сверхчеловеку, чем... Не обязательно. Отрешенный человек может быть черный или желтый. Ну, я к тому, что если он не один из этих... Видите, именно в этом и красота. Да, вы не можете ткнуть пальцем в человека, который что-то делает, и сказать, вот именно потому, что он это делает, это сверхчеловек. Мы уже сказали вам, что одно и то же действие означает разным-разным. Не получится так. Погруженные... В глубокое уныние. В глубокое уныние и жадные до маленьких стучальностей, приносящих смерть, так они ждут, стиснув зубы. Или же они хватаются за сласти и посмеиваются при этом над своим ребячеством. Они цепляются за жизнь, как за соломинку, и посмеиваются над тем, что они еще висят на соломинке. Их мудрость и голосит, глупец тот, кто остается жить, и какие же мы глупцы. Это и есть самое глупое в жизни. Жизнь есть только страдания, так говорят другие, и не лгут. Так постарайтесь перестать существовать. Постарайтесь, чтобы кончилась жизнь, которая есть только страдания. Да, в них слишком силен дух тяжести. В них нет легкости. Они только страдают. То есть получается, одни слишком тяжелые, другие слишком легкие? Слишком легкие животные. Они не считаются. А, тут просто про смех над глупостью. Нет, когда они смеются над собственной глупостью, это имеется в виду, вы христианин, но вы грешник. Как вы это оправдываете? Все люди грешные. Да, то есть вы знаете, что вы делаете грех, но вы говорите себе, а по-другому не может быть. И свое учение вы девальвируете тем самым. Не пусть гласит учение вашей родителям. Ты должен убить самого себя. Ты должен улизнуть от самого себя. Да, молодому человеку не стоит пропагандировать учение о смерти. Но этим ребятам стоит пропагандировать учение о самоубийстве. В сладострасте есть грех, так говорят о поведующей смерти. Дайте нам идти стороной и не рождать детей. Рождать трудно, говорят другие. К чему еще рождать? Рождаются лишь несчастные. И они также проповедники смерти. Да, проповедники смерти не только те, кто выступает за смерть, но и те, кто выступает против рождения. И им тоже надо запретить рождение. Нужна жалость, так говорит третий. Возьмите, что есть у меня. Возьмите меня самого. И тем меньше будет связывать меня жизнь. И еще одни проповедники смерти это те, кто хотят отдавать себя другим. Те, кто хотят жить ради слабых, те, кто хотят меценатствовать, те, кто хотят заниматься благотворительностью. Почему? Потому что если лучшее делает что-то ради худшего, это безумие. Но тогда они не лучше. И следовательно, они проповедники смерти и должны умереть. Если бы... Естественно, да. Давайте. Если бы были они глубоко сострадательными, они бы отпили бы у своих ближних охоток жизни. Быть злым стало бы их подлинной лабораторией. Да, если бы они продумали эту идею до конца. Смотрите, что лежит калека? Он крутится от боли. Как ему помочь? Конечно, так останавливается боль. Если бы они действительно были способны на великие поступки, они бы уже стали великими злодеями. Но они не способны на великие поступки, поэтому в лучшем случае они приобнимают калеку и утешают его. Вместо того, чтобы избавить его от страданий. И, соответственно, вместо того, чтобы избавить себя от страданий. Но они хотят освободиться от жизни. И что им за дело, что они еще крепче связывают других своими цепями и дарами. И даже вы, для которых в жизни есть суровый труд и беспокойство... Смотрите, это единственное обращение. Это единственный подсказ, к кому обращаются за то, и даже вы, для которых в жизни есть суровый труд и беспокойство. Разве вы не очень утомлены жизнью? Разве вы еще не созрели для проповеди смерти? Все вы, кому дорог суровый труд и то, что быстро нового неизвестно, вы плохо переносите себя. Ваше усердие есть бегство и желание забыть самих себя. Кто же эти последние люди? Последние, не в смысле последнего человека, а в смысле последние по счету, о которых говорит Заратурство? Не кальвинисты? Нет, они называются по-другому. Христиане уже были. Уже были. Уже были и те, кто говорил, что не надо рожать детей. Уже были и те, кто готов был все отдать. Остались последние, которые как бы трудятся, и которые им нравится то, что новое, быстро и неизвестно. Сосарист? Нет. Почему? Труд, труд, труд. Нет, это не рабочие. Рабочие делают одно и то же. Это философы. Это Шопенгауэр. Труженики от знания. Они все время пытаются открыть что-то новое, что-то неизвестное. Но на самом деле они пытаются убежать от себя. Если бы вы больше верили в жизнь, вы меньше отдавались бы мгновению. Но чтобы ждать, вас не хватает содержания, и даже чтобы лениться. Всюду раздается голос проповедников смерти, и земля полна теме, кому нужно проповедовать смерть. Или вечную жизнь. Для меня все равно, только бы они поскорее отправились туда. Да. Есть те, от кого земля должна быть освобождена. Нас ждет следующая глава, название которой снова сомнительно. О войне и войнах. Да. Это не глава о войне, и это не глава о войнах. Точно. Это они. Это о мужестве. Нет, о мужестве уже было. Ну вот опять. Опять. Ну давайте посмотрим. От наших лучших врагов мы не хотим пощады. И уже смотрите, мы, не я, а мы. Я и мои ученики. Мы не хотим пощады. Как и от тех, кого мы любим до глубины души. Позвольте же мне сказать вам правду. Мои собратья по войне. Я люблю вас до глубины души. Теперь не приехать. Я подобен вам. Я ваш лучший враг. Позвольте же мне сказать вам правду. Я знаю... Остановитесь. Мои собратья по войне. Это не мы. Кому он обращается? Смотрите. От наших лучших врагов мы хотим. Мы от наших лучших врагов. А дальше он обращается к собратьям по войне. Это кто? Собратья по войне. А если это его ученики? Что он говорит им? Что они как враги. И я ваш лучший враг. Да. Мои собратья по войне. Золотуство – это воин? Золотуство – это солдат? Кто такой золотуство? Ну, кто он? Прав. Правильно. О какой войне идет речь? О священном. О духовной. Речь не идет об убийстве. Речь не идет об оружии. Речь не идет о тыкании друг друга острыми предметами. Речь идет о духовной войне. И в этой духовной войне золотуство – лучший враг даже своих учеников. Потому что они должны победить его. Я знаю о ненависти и зависти вашего сердца. Вы недостаточно велики, чтобы не знать ненависти и зависти. Так будьте же настолько велики, чтобы не стыдиться их. Я уже сказал вам, к кому он обращается. Но вы должны ответить мне, кто эти люди? Как мы назовем их? Выше? Да, благородно. Ты благородный, что ли? А вы просите дальше, чтобы было понятнее. Если вы не можете быть подвижниками познания, то будьте, по крайней мере, его воинами. Они спутники и предвестники этого подвижничества. Достаточно. Кто эти подвижники познания? Кому обращена эта речь? Философы. Философы, конечно. Золотурство говорит, что он лучший враг философов. И что лучшее в философах – это война, а не мир. Но главное, он говорит другое. Я знаю о ненависти и зависти вашего сердца. Вы недостаточно велики, чтобы не знать ненависти и зависти. Так будьте же настолько велики, чтобы не стыдиться их. Что говорит Золотурство? Он говорит, откуда исходит всякая философия. Из ненависти и зависти и других аффектов. Для этого мы должны открыть том 5 на странице 19, параграф 7. Сколь словными могут быть философы? Я не знаю ничего, и давите этой шутки, которую позволил себе эпикур по отношению к Платону и Платоникам. Он назвал их… Дионисио Калакис. По смыслу слова – это значит, прежде всего, листицы Дионисия. Стало быть, черед тирана и его плевколизы. Но кроме того, это слово еще говорит нам, что все это комедианты, что в них нет ничего неподдельного. Ибо слово… Было популярно кличкой Аксио… Дионисио Калакис, конечно. А последнее есть, собственно, стрела злобы, пущенная эпикуром Платона. Его раздражали эти величественные манеры, эта самоинсценировка, в чем знали толк Платон и его ученики и ничего не понимал эпикур. Старый учитель Состова Самос, скрывавшийся в своем садике в Афинах, написавший три сотни книг. Кто знает, может быть, из честолюбия и ярости направлены его против Платона? Да, эпикур создал целую философию. Он написал триста книг из честолюбия и ярости против Платона, из зависти к Платону. Не из поиска истины, не из поиска вечных оснований бытия. Нет, хотя бы он пытался представить это так. И таков был мотив его поступка. Но это тот мотив, который он видел. А подлинный мотив была его страсть, его зависть и ненависть по отношению к Платону. Следующий отрывок. Страница 20, середина девятого параграфа. К чему создавать принцип того, чем вы и так являетесь и чем должны быть? В действительности дело обстоит совсем иначе. Утверждая с восторгом, что вы вычитали канон вашего закона из природы, вы хотите кое-чего обратного. Вы причудливые актеры и самообманщики. Это ваша гордость хочет предписать природе, даже природе свою мораль и свой идеал. Хочет внедрить в нее. Вы желаете, чтобы она была природой, согласной со стоей. Хотели бы заставить все бытие бытийствовать исключительно по вашему образу и подобию, к бессмерной, к вечной славе и всемирному распространению стоицизма. Да, стояки говорят, надо жить сообразно с природой. Но это не потому, что они открыли природу. Ничего подобного. Природу, как вы знаете, нельзя открыть. Из собственной гордости они начали приписывать природе те свойства, которые находили в самих себе. Иными словами, их философия – это не поиск истины. Их философия исходит из их собственной гордости. Ничего кроме этого. Параграф 10, серединка. Усердие и тонкость, мне хотелось бы даже сказать хитрость, с которыми нынче всюду в Европе возятся с проблемой о действительном и кажущемся мире, дают повод поразмыслить и поприслушаться. И кто не слышит за всем этим ничего, кроме воли к истине, тот без сомнений не может похвастаться очень острым слухом. И заметьте, воля к истине, естественно, в кавычках. Нет никакой воли к истине. В отдельных и редких случаях в этом действительно может принимать участие подобное воле к истине, какое-нибудь чрезмерное и ищущее приключений мужества, некое честолюбие, утратившего свои позиции метафизика. Достаточно. За всеми философами стоит в лучшем случае мужество и честолюбие. В худшем случае зависть. Нет никакого поиска истины, нет никакого воли к истине или стремления к истине. Есть только ваше тело и его аффекты, которые заставляют вас описывать мир так, каким это выгодно. Так и рождается всякая философия. О чем Золотустра и говорит прямо, я знаю, что все, что вы делаете, вы делаете из ненависти и зависти. Поэтому философы никогда не любили честолюбцев, потому что они-то их конкуренты. Ну да, честолюбие философа – это пиковое честолюбие, потому что он не кому-то хочет навязать свою волю, а он всему миру хочет навязать свою волю, как стойки навязали свою волю природе. Возвращаемся обратно. Я вижу множество солдат, как хотел бы я видеть много воинов. Униформой называется то, что они носят. Пусть не будет униформой то, что они этим скрывают. Да, вы видите, насколько формальной является наука теперь. Тот факт, что вы к любой книжке обязаны написать введение, актуализацию, заключение, расставить сноски, как того требуется, и так далее, и так далее, и так далее. Тот факт, что, например, вы не можете написать научную статью, не расписав в этой статье все присутствующие точки зрения по поводу предмета статьи, иначе она просто не будет принята, говорит о том, что во многом философия и наука перестали быть искусством и стали трудом, стали работать. По ту сторону добра и зла, если я не ошибаюсь, прямо в начале второй главы, Ницше так и скажет, нам очень не хватает работников от философии, тех, кто занимается самым низким, самым жалким трудом. Но здесь зла трудственно призывает к обратному. Да, вы занимаетесь самым отвратительным трудом, но этот отвратительный труд самым жалким, самым базовым, самым таким непритязательным. Но этот труд должен скрывать за собой ваше подлинное, не любовь к истине, а нечто совершенно другое. Будьте такими, чей ссор всегда ищет врага, вашего врага. Как сделать из работника война? Как сделать из солдата война? Он должен ненавидеть того, что он убивает. У некоторых из вас спросит ненависть с первого взгляда. Ищите своего врага, ведите свою войну, войну за свои мысли. Если ваша мысль потерпит поражение, ваша честность должна и над этим праздновать победу. Единственная война, которая приносит только выгоду, это духовная война. Любите мир, как средство к новым войнам, и при том, короткий мир, больше, чем долгий. Это важно. Золотухство всегда призывает к войне. Если христиане ставят свой идеал в раю только мир, в раю нет проблем, в раю нет оружия, в раю нет насилия, очевидно, нитчанский идеал диалектический будет должен быть прямо противоположным. Я призываю вас не к работе, но к борьбе. Я призываю вас не к миру, но к победе. Пусть будет труд ваш борьбой и ваш мир победою. Можно молчать и сидеть с миром только когда есть стрелы и лук, иначе одна болтовня и брань. Пусть будет мир ваш победою. Вы говорите, что правое дело защищает даже войну. Я говорю вам, добрая война освещает всякую цель. Да, вы говорите, что цель оправдывает средство. Я говорю вам, что средство оправдывает цель. И война оправдывает всякую цель. Угу, дочитайте, и мы придёмся. Война и мужество совершили больше великих дел, чем любовь к ближнему. Не ваша жалость, а ваша храбость спасала доселе несчастных. Да, война и мужество совершили больше великих дел, чем любовь к ближнему. Когда золотурство скажет, что одна из его заповедей – это любовь к дальнему, он автоматически скажет о войне против ближнему. Почему война? Потому что Ницше считает, что война открывает в людях все лучшее. Том 6, страница 101, параграф 3. Выискивают в греках прекрасные души, золотые середины и другие совершенства, удивляться в них, например, спокойному величию, идеальному образу мысли и высокой простоте. От этой высокой простоты, этой в конечном счете немецкой глупости, меня предостерег психолог, которого я ношу в себе. Я видел их сильнейший инстинкт, волю к власти. Я видел их дрожащими перед невыкратимой мощью этого инстинкта. Я видел, что все их институты вырастали из предохранительных мер, чтобы взаимно обезопасить себя от внутреннего взрывчатого вещества. Вернитесь назад и вспомните, как Ницше в «Рождение трагедии» говорит, «Я знаю, что дарийское государство возникло только для одного, чтобы защититься от Диониса». Теперь вы знаете выражение Диониса. Медовищное внутреннее напряжение разрядилось за тем страшным и беспощадным внешним вражде. Городские общины растерзывали одна другую, чтобы граждане каждой из них обрели покой от самих себя. Естественно, это все взято прямо из Фукидида, гражданской войны на Киркидре. Необходимость заставляла быть сильными, опасность была бы близка. Она подстерегала всюду. Великолепно развитое тело, смелый реализм и морализм, свойственные Эллину, был нуждой, а не природой. Да. Как сделать человека лучше? Поместите его в чан с кислотой. Если вы хотите выжить и стать сильнее, лучшая атмосфера, в которой вы можете находиться, это атмосфера постоянной опасности. Ничи опишет это по-другому. Вы можете найти это в воле к власти. Нет, не это. Нужно все время танцевать под дамокловыми мечами. Над вами все время должен висеть дамоклов меч. Только так у вас все время будет стимул становиться лучше. Потому что если вы не станете лучше, вы погибнете. И греки в этом смысле номер один. Мы должны вернуться вообще назад и сказать, что изначально Гесиот объясняет то, что происходит в Греции. Постоянную войну, вражду внутри городской общины. А, кстати, давайте заберем вперед одновременно и скажем, что именно эта война и борьба городской общины и бесконечная зависть друг к другу и погубила греков. Много мелких городов, сейчас Ничи об этом скажет, которые все время с собой воюют. И внутри этих городов много мелких общин. Демократы и аристократы. Которые все время с собой друг с другом воюют. Которые все время хотят друг друга убить. Но он отсылает к гражданской войне на Киркире. Когда в середине Пелопонезской войны Киркира, с которой все и началось, Киркиру настигает гражданская война. Что происходит? Происходит страшное. Происходит то, что происходит в ручине, только глобальное. Люди перестают верить вообще всему. И даже для другу. И тогда они понимают, становятся им моралистами. Выживает только лучше. И начинают убивать друг друга. И тогда теряют собственность. И тогда теряют сразу силу многое. А не только сила клятвы. Ничего не имеет. Но ничего не имеет, например, кровная связь. Именно поэтому они им моралисты. Они родились в патриархальном обществе, где кровная связь. И они смогли ее преодолеть. Почему? Потому что они оказались в таких условиях, где жить иначе было нельзя. Он, да. Он был и вследствие. Он не существовал с самого начала. Да и с помощью праздниц и искусств они не хотели достичь ничего иного, как чувствовать себя на высоте. Да, то есть еще раз смотрите. В том, что греки стали такими, не была их природа. В том, что греки стали таким, был результат необходимости. Условий. И это дает для нитча надежду. Мы снова можем повторить греков. Помните, в самом начале своего пути Ницше пишет, что бы я не создал. А он был блестящим филологом и прекрасно умел писать. Не будем вдаваться в подробности. Давайте я скажу, что только в 24 года его сделали профессором филологии. То есть это безумие для тех лет. Ничего не написано, ничего не создано, но все окружающие уже понимают, что все. Что человек уже превзошел все, что можно было бы изойти. Так вот, в самом начале он пишет, что бы я не создал, я все время оборачиваюсь на греков и понимаю, насколько ничтожное я только что сделал. Как бы я не был год собой, я оборачиваюсь на греков и понимаю, что там это сделано в 200 раз лучше. Греки уже были и значит к ним можно вернуться. Но вернуться не в смысле вернуться назад, а вернуться в смысле повторить условия, в которых они были. И когда эти условия будут повторены, человек снова расцветет. Это будет шаг. Когда эти условия повторились вновь, спросит себя Ницше, было ли такое? Он ответит, да, конечно, было. Возрождение. Что происходило в Возрождении в Италии? Убийство, изнасилование, грабежи, роскошная жизнь. Папы, живущие роскошной жизнью. Папа с тремя любовницами. Жизнь бьет ключом. С тремя любовницами и десятью детьми. Для Папа Ильского свистобедника. Ну, он любил их. Это была любовь. Все, что угодно. При максимальной опасности. При раздробленности, которая вот-вот может схлопнуться. При угрожающей Франции, которая вот-вот может прийти. Помните, как Папа Александр останавливает наступление французского короля? Это чистая авантюра, у него нет войск. Он открывает город и встает вот так. Он говорит, попробуй убей. И не убивает. И король уходит. И тем самым мы видим, что Папа Александр достигает какого-то пика. Но этот пик чистая авантюра. Этот пик чистая случайность. Возьмите Вилли какого-то паспоинца от французов. Да. Вообще сейчас авантюра. Вот-вот, но эта авантюра, этот пик духа становится возможен только в таких условиях, когда без него выжить никак нельзя. Это не природа. То есть мы не можем сделать снова белокурбу голубоглазого блондина. Но мы можем поместить человека в такие условия, при которых, давайте я прямо дам вам метафору, при которых глаза его будут становиться все голубее, а волосы все белее. Именно поэтому Ницше является таким противником мира и таким сторонником войны. В частности, духовной войны. Потому что война ближе к этим условиям, чем мир. Безнаказанность приводит в никуда. В смысле безнаказанности, в смысле угрозы насилия. Угроза насилия, наоборот, делает вас все более и более сшатым, делает вас все более и более ясным. Посмотрите, давайте я снова наступлю на мину и скажу, посмотрите на нашу элиту. Она отвратительна. Она отвратительна, потому что над ней не висит дамоклового меча. Если бы над ней висел дамоклов меч, при всех ее свойствах она была бы великолепна. Ну, естественно, та ее часть, которая бы осталась. До сих пор все пики человечества происходили только в эти моменты, только в таких условиях. И такие условия должны быть повторены. Не страдание, смотрите, с этого начинается жалкое довольство собою. Вот к чему ведет отсутствие войны, борьбы, жестокости и страдания. К догадации. Давайте дочитаем этот отрывчик. Судите о греках на немецкий манер. Своих философам пользоваться простодушием сократических школ для объяснения того, что такое в сущности эллинское. Ведь философы... Декаданты. Декаданты эллинства. Восстание против старого эстократического вкуса. И остановитесь. Естественно, кто первый начал говорить, никакой войны ни при каких обстоятельствах, потому что я умру на войне. Да? Сократ. Сократ. Первый противник войны – это Сократ. Потому что он знает, что старый уродливый нищий – это первый труп на войне. Потому что, так как он нищий, его поставят вперед, а так как он старый, долго он не простоит. Сократ знает, что ему конец. Поэтому Сократ говорит, нам не надо войны. Нам не надо войны. И это, естественно, подхватывается всеми философами. Вы видите это и в Данте, вы видите это и дальше. А можно дальше не читать, но можно и нужно вернуться обратно к четвертой части. Дея о том, что не нужна война, она очень хорошо воспринимается людьми, по крайней мере, с широкими массами. Потому что большинство… Не хочет умереть. Потому что большинство слабо, да? А как было до Сократа? То есть, почему до Сократа… А до Сократа была Пелопонесская война, о которой только что вам ничего сказал? Нет. Да, я к тому, что почему тогда до Сократа и до появления философов люди спокойно жили в войне, им было… Конечно, это может быть стремно, но они не говорили, что… А, вы говорите типа, как закончился Золотой век, да? Ну, да, объясните… Есть две причины. Ницше попытается решить эту проблему и скажет, к моменту рождения Сократа, из-за того, что произошло в Пелопонесской войне, начинается развлажение старых порядков, старых обычаев. И Сократ первый, кто является союзником этого развлажения, потому что в старых порядках и старых обычаев ему нет места. Ну, мы уже говорили, старый, уродливый, безродный, нищий, да? Ему нет места. Поэтому он начинает придумывать новый порядок – Сократ-разрушитель. И Сократ-созидатель. Но есть и следующий ход. Сократ – это неплохо, потому что Сократ совершает нечто новое. Сократ создает нечто новое. Он создает идею о душе, он создает идею о духе, он делает человека более изощренным. Ницше напишет прямо. Диалектик – это злодей. Почему? Потому что диалектик совершает то, что никто не делал. Ранее, до этого, диалектик заставляет своего противника доказывать, что тот не идиот. Они были простые, они были как казапасы. Поэтому, когда среди них появился старый, уродливый нищий, они спрашивают, почему мы не должны себя убить? И он объяснял им это. И они сходили с ума. Естественно, они сходили с ума в том смысле, что они хотели то же самого. Почему у Сократа так много учеников? Все хотели сделать то же самое. Но хотели сделать то же самое только потому, что нравы уже сходили на нет. Где мы можем найти этому доказательства? Аристофан Облака. Стрепсиат знает о Сократе и школе Сократа. Стрепсиат знает, что Сократ может сделать. И Стрепсиат хочет, чтобы Сократ это сделал. Здоровый человек не может такого хотеть. То есть, пришествие Сократа – это хорошая вещь, потому что оно сделало наш дух более утонченным. И потому потенциально более жестоким. Но, естественно, пока условия, в которых родились греки и, собственно, произошло возрождение, не повторились. Как только они повторятся, и мы должны двигаться к этим условиям с точки зрения нищи. Именно поэтому в конце он всегда будет говорить, и мы даже читали этот отрывочек, но их будет гораздо больше. После меня будут только войны. Гигантские войны. Я жду гигантские войны. Моё учение провоцирует гигантские войны. Потому что те люди, которые прошли и поняли, те вскинули руку, сказали, да здравствует победа, нам нужна гигантская война. Те люди, которые сидели в окопах с книжкой, выйдя из окопов с книжкой, с железными крестами на груди, спрашивали, как мы проиграли в войне, в которой мы не проиграли ни одной битвы. Нам нужна новая война. И естественно, я поэтому и говорю вам, что Ницше и предсказал, и предопределил 20 и 21 век. Т.е. он не просто предсказал, не просто посозерцал, он еще и повлиял напрямую. Ну вопрос, если человек отрефлексирует опыт первых и двух мировых войн, потому что эти войны до сих пор, как бы так, в истории мы до сих пор не приняли их. Если мы прорефлексируем эти войны, не проиграет ли Ницше? Смотрите, Ницше предсказал и предопределил эти две мировые войны. И он говорит, что дальше будут войны. Ну он про них и говорил, да. Ну да. Соответственно, когда мы осознаем этот опыт этих войн и, собственно, что к ним привело, не получится ли то, что эпоху предсказанной Ницше закончить? И да, и нет. Да, естественно, тут же появятся люди, которые говорят, все, лишь бы только не было войны. И наступает Европейский Союз, наступает максимальная либерализация и так далее, и так далее, и так далее. Да, тут же появятся левые и скажут, вы что, все не шансы нацисты, Ницше должен быть забыт. Мы должны перенять какие-то его стратегии, но сам Ницше никогда. Уберите это прочь. Появится денацификация, которая скажет, все наследие нацизма должно быть забыто и сброшено вниз. Появится советский Союз, который скажет, вы хотите что-то достать оттуда, не надо, это опасно, с этим не играют, это не для детей, и уберут прочь. Но с точки зрения самого Ницше, это только значит, что мы делаем шаг к последнему человеку. Предсказан ли последний человек Ницше? Да. Почему, если Ницше говорит о том, что нужны воины, во время этих войн не проявился кто-то близкий к сверхчану? Нет. Были ли великие люди в этих великих войнах? Были ли великие пики духа человеческого в этих великих войнах? Тот факт, что половину из этих великих людей, половину из этого великого духа вам, говорят, тут же забыть, потому что это плохая половина. Это другой вопрос. Есть хорошая половина, есть плохая половина. Есть те, кто вошли в нашу мораль, а те, кто не вошли в нашу мораль, да? Вот они злодеи, а те, кто вошли хорошие. Это другой вопрос. И потом, помните, что как бы последний философ это кто? Кто закончил философию? Хайдегер. Ну а кто он? Кто этот прекрасный молодой немец, который выкинул Вебера? Все же были больны Вебером до него в немецком академическом сообществе. Потом приходит он и все бросают Вебера. И все начинают бегать за ним. Хайдегер все-таки, от своего взгляда, отказался. Не из цикла. У него в произведениях тоже можно понять, что те произведения, которые были до, они отличаются от... Ну, смотрите, два варианта ответа. Первое. Какой у него был выбор? Вариант ответа два. Три превращения духа требует, чтобы это было откинуто. У нацизма была своя история, она закончилась. Вопрос, как быть дальше. То есть, опять же, Ницше не зовет нас назад. Ницше не призывает вас быть консервативным, в смысле, обернуться и думать о том, как бы вернуться в те прекрасные времена, чтобы вы не понимали под этими прекрасными временами. Ницше думает, как быть вперед, какой проект должен лежать впереди. Нацизм проваливается, вернуться к нацизму нельзя. Война и муж совершили больше великих дел, чем любой к ближнему. Не ваша жалость, а ваша храбость спасала население несчастных. Что хорошо, спрашиваете вы? Хорошо быть храбрым. Оставьте маленьким девочкам говорить хорошо. Это то, что мило и трогательно. Вас называют бессердечными, но ваше сердце искренне. Я люблю стыдливость вашей сердечности. Вы стыдитесь вашего прилива, и другие стыдятся вашего отлива. Оставьте маленьким девочкам говорить хорошо. Это то, что мило и трогательно. Позднее, в главе, посвященной вечному возвращению, Ницше прямо скажет. Мужество убивает все. Мужество убивает даже сострадание. Если вы мужественны, то ваше мужество всегда выглядит как невероятная жестокость. Но это хорошо. Это неплохо. Вы безобразны? Ну что ж, братья мои, тогда окутайте себя возвышенным этой мантии безобразного. И когда ваша душа становится большой, она становится высокомерной. И в вашей возвышенности есть злоба. Я знаю вас. Да, и в вашей возвышенности есть злоба. Злодатство победы. В злобе встречается высокомерный со слабым, но они не понимают друг друга. Я знаю вас. И заметьте, Ницше повторяет, я знаю вас, потому что он знает философов, потому что он сам один из них. Вы можете иметь только таких врагов, которые достойны ненависти, а не таких, чтобы их презирать. Вы должны гордиться своим врагом. Тогда успехи врага и ваши успехи. Да, и кто же их лучший враг? Он сам. Злодатство, конечно. Его успехи, это и их успехи, потому что это успехи и философии. Восстание, это благородство раба. И вот здесь злодатство, конечно, выдает себя. Вашим благородством будет повиновение. Само ваше приказание пусть будет повиновением. Да, для хорошего воина давайте. Для хорошего воина ты должен. Звучит приятнее, чем я хочу. И все, что вы любите, вы должны сперва дать приказать себе. Да, речь идет, конечно, о философских работниках. У них не должно быть свободной воли, они стоят ниже иерархии. Дело другое. Восстание, это благородство раба. Что тогда благородство господина? Подравление восстания. Включение восстания. Лист. Да, восстание, это благородство раба. Что тогда благородство господина? Смотрите, какая цель восстания? Свободиться. Ну, освободиться, да. Разрушить связь раб-господин. Какая цель, следовательно, у благородного господина? Какая цель? Дать. Разрушить. Та же самая цель, разрушить эту связь. До сих пор, и это величайшая проблема, до сих пор господство было возможно только на основании рабства. Только там, где был раб, был господин. По-другому быть не могло. Но нищий пытается спросить вас, возможен ли господин без раба? Если благородство раба состоит в том, чтобы избавиться от господина, не состоит ли благородство господина в том, чтобы избавиться от раба? Как сделать так, чтобы господин не нуждался в рабе для доказательства своего господства? Для того, чтобы быть господином? И мы должны вернуться назад к нацистам, чтобы вы увидели, что нацисты как раз именно этого и не поняли. Они поняли, с одной стороны, что раб, что господин не может существовать без раба. Поэтому раса господ не может быть расой господ, пока нет расы рабов. Но расы рабов нет, пока она не завоевана. Отсюда поход на восток. Они идут на восток не чтобы кого-то уничтожать, они идут на восток, чтобы стать господами. Наконец-то стать господами. Это не идея ничи. Идея ничи – это как стать господином, не имея рабов. И снова, сверхчеловек – это тот самый господин, у которого нет рабов. Как возможно это разделение? Создать все то, что заменяет раба. Ну, то есть, рабы работают на тебя, на господина. Речь не идет о труде, речь идет о духе. Всякий дух до этого говорил, я хороший только потому, что есть перспектива, есть плохие. Вы красивый только потому, что есть уродливые. Вы худой только потому, что есть толстые. Вы господин только потому, что есть рабы. Как избавиться от этого? как не связывать господина с рабами? Как не связывать высокое с низким? Тогда все будет низким. Опять же, это как суперсилм. Если у всех, то ни у кого. Как вы тогда будете жить? Как тогда вы можете двигаться к свету человеку? Оставить только своих соперников, которые не будут рабами. То есть только рабов. То есть всех остальных иллюминировать? Сделать рабов господами. Тогда снова никто не господин. Смотрите, это мечта раба, чтобы не было господ. Но тогда все рабы. Подумайте над этим ответом самостоятельно, потому что у меня его нет. Нет, нет, нет. Это величайший вопрос. Одна из сложностей. Мы видим очертание сверхчеловека, наконец-то. Какое это очертание? Оно серьезное, оно глобальное. Как сделать так, чтобы был господин без раба? Неужели сделать с прошлого себя раба? А в чем проблема раба? В чем проблема существования раба? В смысле? Вот. Вы говорите, что как сделать так, чтобы господин был без раба? Ну, Ничи говорит нам. Благородство раба в том, чтобы избавиться от господина. Да. Мы предполагаем диалектически, что благородство господина в том, чтобы избавиться от раба. Но господин не мог никогда до этого в истории не было господ без рабов. Всегда, и я привожу вам пример, не для того, чтобы они работали ради вас, а для того, чтобы вы могли назвать себя господином, должна быть ваша противоположность. Для того, чтобы вы могли себя как-то отличить от другого, вы должны от него отличаться. И когда вы говорите, я лучше в чем-то, подразумевается, что есть кто-то, кто хуже в чем-то. Представьте, если бы вы были один. Могли бы вы сказать, что вы лучше в чем-то? Ну, если мы играем под одним правилом диалектики, то благородство раба заключается в том, что при этом, если у раба этого нет благородства, то господин не должно быть желание избавиться от раба. Да, но тогда у него тоже не будет благородства. Это не благородный господин. Ничи не говорит, идите, значит, и порабощайте. Нет. Он говорит, что только одинокий, только один может быть господином, только один может быть сверхчеловеком, но это значит, что вокруг него не копошатся добы. Это значит, что вокруг него никого нет. Как быть господином, когда вокруг тебя никого нет? Я поставил проблему. Вы решайте ее, как посчитаете нужным. Ваша любовь к жизни пусть будет любовью к вашей высшей надежде, а вашей высшей надеждой пусть будет ваша высшая мысль жизни. Но ваша высшая мысль должна быть приказана мною. Заметьте это. Он все еще обращается к ученым, а не все еще его подчиненные, а не простые солдаты. И она гласит, человек есть нечто, что должно превзойти. Итак, живите жизнью повиновения и войны. Что толку в долгой жизни? Какой воин хочет, чтобы щетили его? И, естественно, тема «закончи свою жизнь тогда, когда это необходимо» продолжается. Я не щажу вас. Я люблю вас, дорогие души, мои собратья по войне. Мои собратья? Угу. Я не щажу вас. Почему? Потому что золотоство самое мужественное. И мужество, и пощада никак не связаны. Но мужество, и любовь могут быть связаны. Когда золотоство будет говорить о друге? Как вы представляете себе друга? Что происходит, когда вы видитесь со своим другом? Разговоры, разговоры. Ну что это за разговоры? О чем? Завище, что ли? Да. Чаще всего ваш друг хочет, чтобы вы его пожалели. Что-то не так. У него какая-то проблема. У него какая-то трудность. И он хочет вашей жалости. И золотоство скажет вам, что если он хочет вашей жалости, он не ваш друг. Жалость и самоуважение несовместимы. Но самоуважение есть единственная возможность для существования дружбы. Потому что равенство есть единственная возможность для существования дружбы. Если ваш друг требует от вас жалости, это значит, что он жалок. Он не равен вам. И значит, он не друг. Когда друзья встречаются, на самом деле они должны обливать друг друга ведрами холодной воды и говорить «посмотри, какой я классный». А особенно они должны это делать, когда второму плохо, дабы быть для него примером. Зависть и… Да, мы вернулись к зависти, спасибо, что напомнили. Когда мы возвращаемся к Гесиоду, они же, конечно, знакомы с Гесиодом, вы открываете, Гесиод говорит, есть не одна зависть, богиня Эрида, их две. Это очень важное замечание. Одна – это когда Ахилл привязывает Патрокла, Патрокла? Его же собственными сухожилиями к своей повозке и начинает вести его вдоль стены. Вот это одна богиня Эрида. А вторая богиня Эрида – это не смертоубийство, это позитивная зависть. Зависть, которая подталкивает вас быть лучше соседа. Не ненавидеть соседа, не убивать соседа, не насиловать соседа. Да. И тем самым побудить соседа превзойти себя. Есть мирная богиня Эрида и воинствующая богиня Эрида. Ахилл.